друзья всем большой привет и добро пожаловать на канал сегодня я приглашаю вас в рождественское видео мы вместе с вами справим католическое рождество вспомним все приятные моменты которые были с нами за этот период праздничная суета приготовление блюд мы наряжали елку мы были в париже спасибо всем огромное за то что разделили эти моменты вместе с нашей семьей а сегодня мы будем праздновать в узком кругу так как вы видели в прошлом видео мы уже справили рождество с вами друзьями и по традиции это рождественский сочельник это семейный праздник мы накрываем на стол готовим вкусный аперитив на следующий день мы пойдем к тете мишель я приготовила красивую посуду красивую на мой вкус и конечно же сегодня будет атмосфера семьи атмосфера ожидания чуда чудо особенно для детей потому что они ждут пэр нуэль то есть деда мороза по-русски говоря и подарков все таки решили что мы нарядимся почему нет самое главное наряжаться не для кого-то для себя саша выбрал для меня платье это мой сын в пайетках и не ошибся не ошибся в этом году это большая тенденция если вы ходили со мной по магазинам то и в масс-маркете и довольно таки дорогих брендах можно увидеть пайетки как от zara так до прада поэтому сегодня будет вот такое платье я доставлю удовольствие своим мужчинам все таки мужчины любят платье черное маленькое платье а если еще и с пайетками то почему нет подписывайтесь на мой инстаграм с удовольствием делюсь с вами на инстаграме моими нарядами моим бытом рецептами декором интерьера светлана франция всегда можно найти ссылку в инфобоксе или в первом комментарии если не найдете то обязательно спросите я оставлю лишь ссылку лично вам в общем вот такой наряд серьги от агата круглый и я готовлю немножко аперитив на аперитив у нас будут различные закуски в принципе каждый год мы делаем похожие что-то любимое для нас это такие рулетики с мягким сыром и лососем что-то покупаем у третера то есть уже готовая и это всегда вкусно это всегда быстро и самое главное это провести время с семьей это пообщаться пообсуждать повспоминать по улыбаться по вспомнить те моменты которые были за этот год как хорошие и так и плохие и поблагодарить за все я знаю что некоторые считают что не нужно ни за что благодарить но я благодарю вселенную я благодарю жизнь за то что она нам дает за то что мы испытываем за то что я имею и самое главное это конечно же семья не все было в этом году хочется сказать потому что у нас рождество до нового года и на самом деле уже как-то после рождества справляется новый год не так по особенному как в россии конечно же за то что было за то что есть за то что возможно будет вот такой у нас стол это различные закуски кейки кекс кейк как хотите с морскими гребешками маленькие бургеры также палочки в виде мороженого сыром канты внутри в общем все достаточно просто но вкусно самое главное это украсить стол свекровь и показывает открытку которую сделал для всех саша безуслов а тата маме я папа мама саша надеюсь вам слышно она прочитала открытку а мы как раз в духовке духовке разогреваем уже закуски все это очень быстро очень просто с Рождеством всего всем самого наилучшего хочется пожелать в этот праздник этот семейный праздник хочется пожелать самое главное здоровье конечно же хочется пожелать чтобы ситуация в мире изменилась чтобы мы смогли путешествовать чтобы мы смогли встречаться, чтобы не было самое главное горе и страха. И свобода передвижения — это тоже очень-очень важно. Напишите мне, какие блюда будете вы готовить на Новый год. И мы раньше готовили очень много в этот рождественский вечер. Когда была большая семья, то есть и дедушка, и бабушка, то мы готовили и первое, и второе блюдо. И на следующий день шли к Мишель. Но как-то с каждым годом, я не знаю, то ли человеческий организм так действует, становится хочется все меньше и хочется чего-то другого, наверное. Мы обсуждаем очень много это со свекровью и с Мишель. И на самом деле как-то люди, наверное, меньше готовят, меньше накрывают, меньше блюд. Конечно, есть блюда, но все намного, возможно, проще. И нет такого первое, второе. Хотя, если вы посмотрите предыдущее видео, для друзей мы готовили достаточно богатый стол. И как-то вот так. Сегодня у нас по-семейному, но было вкусно. Были танцы. Танцы я уже не снимала. В принципе, каждый год стараюсь вам с вами поделиться кусочком Рождества нашего католического. И надеюсь, что такие видео все вам, все же вам еще интересны. Потому что празднование чем-то отличается, чем-то, наверное, похоже на наше. Вообще напишите, справляете вы Рождество или не справляете. Муж решил открыть бутылку шампанского. Очень-очень старую. Я даже не знаю, какого года. Она казалась достаточно вкусной. Он вот дегустирует. Первый. Наверное, дарили на какое-то торжество ему. Вот. И да, шампанское достояло до наших, до нашего праздника. И было достаточно вкусным. Поэтому самое главное, как хранить, при какой температуре хранить. А на следующий день мы пойдем уже к Мишель. Ну, предстоит еще утро. Дети французские, не только французские, так как не только во Франции справляется католическое Рождество. ждут подарков. На Саше сегодня вот такой полуверб. Светерок. А ты и ты Саж? Был ли ты умницей в этом году? Хорошо ли ты себя вел, если перевести? Вот. В общем, все было по-милому. Красивый букет цветов, который нам подарил друг семьи. Он до сих пор еще в отличном состоянии. Обязательно потом его разберусь. И то, что можно сохранить, сохраню, так как есть шишки и золотые. В общем, интересные такие веточки, которые можно составить сухой букет. Я люблю этим заниматься. Стол у нас также был в Бордово белом. И Саша подарил мне очень красивый букет. сходил они со свекровью к нашему флористу и составили вот такой вроде бы как простой, но со вкусом, потому что они знают мои вкусы и свекровь. И Саша, что я очень люблю белые цветы, еще до сих пор гортензия очень красивый и будет радовать нашу семью на эти праздники. О-ла-ла! Спасибо, господи! Спасибо, как это было. Спасибо. У тебя объектив менее 10, но с этим это уже 50 лет. Вот показываю вам немножко стол. Вот так мы его украшали. Здесь была красная скатерть, белая дорожка. Это сервиз из лимош свекрови. дарили, по-моему, на свадьбу его. Бывает золотой, каемкой у нее, серебряной. И вот такие мои бокалы бордовые вместе с белыми, свечи. Помните, я вам показывала все это в обзорах в этом году. То, что мы находили, то, что я доходила для свекрови. Вот такой красивый подсвечник. Кому-то понравились круглые свечи, кто-то сказал, что они не подходят. Помню ваши комментарии. Всегда с удовольствием читаю, не на все могу ответить, но всегда ставлю сердечко. Сердечко это знак благодарности вам за то, что написали, за то, что уделили ваше время мне и моему нашему каналу. На это уже утро, и детки утром открывают во Франции подарки. Конечно, слышала, что ночью Саша втовал несколько раз, наверное, проверял, пришел ли Пер Нуэль Дед Мороз или нет. И у нас сейчас бум по покемонам, поэтому всякие раскраски, разукраски. Ну, Саша уже практически не верит Деда Мороза, конечно, у него есть большие сомнения, и в школе уже все поговаривают, что его нет. Но все-таки еще как бы хочется, наверное, на следующий год все уже. Я думаю, что это последний год, когда еще теплится надежда, когда что Дед Мороз существует. Подарков было много, достаточно много, и мы покупали ему то, что он заказывал. Вообще, во Франции есть каталоги, которые присылаются на почту или берутся в магазинах, в магазинах игрушек, и просто-напросто вы можете, он может выбрать, наклеить, сделать письмо к Деду Морозу, и уже по этому каталогу заказываются игрушки, покупаются, ну, по крайней мере, так у нас в семье, поэтому игрушки своеобразные, которые название практически и не выговоришь. Ну, детки вот сами выбирают, сейчас он спускается к бабушке, потому что там тоже есть камин, и скорее всего пришел также Дед Мороз, и он увидел огромный подарок, огромный пакет, было, не был удивлен, потому что знал, в принципе, что он заказал, и сейчас он будет открывать подарки. Конечно, это особая атмосфера, вспоминаю первые видео, могу, иногда даже пересматриваю их, самые первые, никогда не удаляла мои влоги, когда был еще малышкой, не ходил, и открывал возле бабушкиного камина тоже игрушки, игрушки были совсем другие, детские, как быстро летит время, как же взрослеют дети, а ему подарили самокат, электрический самокат, поэтому, как только они с папой разберутся, пришел на помощь отец, чтобы открыть и вытащить самокат, будут ездить на самокате, возможно, и я попробую, он большой, чуть-чуть не по возрасту, но будем учиться, вот, сейчас открываем подарки, радуемся, и родители, и дети, всем очень приятно, в этом году заметила тенденцию, что родители во Франции в связи ситуации, в связи с изменением подхода к потреблению, очень многие покупают игрушки БУ, то есть в комиссионных магазинах и так далее, очень много настольных игр покупалось, у Саши мы тоже купили несколько игр, кассеты и так далее, то есть диски, в общем, такая тенденция есть, а это уже второй день, и мы сейчас пойдем к Мишель, помогать ей накрывать на стол и просто на обед, мы всегда обедаем у Мишель раньше, конечно, это было у дедушки, сегодня второй день и на улице идет дождь, мы собираемся, идем на обед к тете моего мужа Мишель, так что оставайтесь с нами, ну а сейчас вот у Мишель, Мишель сделала вот такие рулеты, полено, но они соленые, очень много наготовили, что, наверное, останется и на завтра, эти рулеты мы даже не попробовали, попробуем завтра, потому что на самом деле невозможно, невозможно, наверное, аппетиты поуменьшились, или все-таки всего очень много, и на горячее мы запекли, скажите мне, что не утку, ну курицу, да, по-моему, курицу фаршированную, тоже даже не стали ее резать уже завтра, завтра будет воскресенье, завтра будем продолжать праздник, вот так красиво накрыт стол у Мишель, очень яркая скатерть, которая досталась ей еще от мамы, такие же точно салфетки, и на таких, и на такой яркой скатерти, конечно, все смотрится очень празднично, очень по-рождественски, по-новогоднему, у нас и шампанское, и просекка, мы смешиваем две традиции, и итальянскую, и французскую, также Мишель приобрела вот такие красивые бокалы, красные, красные и зеленые, конечно, для кого-то, может быть, это избитые тона в декоре интерьера, но, что бы кто ни говорил, они всегда остаются новогодними, они всегда остаются рождественскими, и вносят изюминку в декор интерьера, поэтому, если вам нравится, почему бы и нет, можно выбрать такую скатерть, которая вот у нас уже несколько лет, и достается раз в год, и всегда с большим удовольствием используем ее, очень любим различные подсвечники, свечи зажигаем, и это придает уют, сделали, свекровь сделала гребешки, я вам показывала рецепт в недавнем видео, очень вкусные, и я, Мишель, подарила все-таки этот подсвечник, потому что очень ей понравился, пусть будет для нее, а это сашины подарки для его новогодней рождественской деревни, посмотрите, какой шикарный поезд, дополнит его городок, наслаждаемся декором интерьера новогоднего, Мишель всегда очень по-праздничному, очень яркий, много декора, она это любит, и это замечательно, каждый организует, украшает свой дом по вкусу, так как ему нравится, и я думаю, что никого не нужно слушать, нужно слушать только себя, выглядываем в окошко, на улице немножко моросит дождь, но все-таки мы решили после плотных обедов и ужинов прогуляться, решили пойти по старому городу, не холодно, не холодно совершенно, 11 градусов сегодня было, пришли к озеру, народу совершенно нет, французы наверное дома, за столом за праздничным, доедают или наоборот едят то, что приготовили, и с удовольствием прогулялись, насладились свежим воздухом, видом, здорово иметь такое озеро совсем рядом с домом, когда можно выйти погулять, нужно начинать свои утренние пробежки, сейчас станет уже чуть теплее, день станет длиннее, поэтому будем уже готовиться, наверное, после Рождества и Нового Года готовиться к весне, к лету, вот, вы, конечно, еще готовитесь к Новому Году, я вас прекрасно понимаю, но мы после того, как напраздновались с друзьями, и сегодня у нас и вчера было Рождество, то уже как-то Новый Год он проходит совершенно по-другому, конечно же, открывается шампанское, возможно, в кругу друзей, в кругу семьи, до того, как были какие-то запреты, ситуация во Франции тоже ухудшается, выходили в рестораны, ну, сейчас вот как-то так посмотрим, как будем проводить уже Новый Год, я всех целую, обнимаю, самое главное, хорошего настроения, мы гуляем возле нашей мэрии, они организовали такой новогодний городок Деда Мороза, где можно было принести свои письма Деду Морозу, детки приносили, там есть почтовый ящик для Деда Мороза, вот, я вас всех целую, обнимаю, заглядывайте на мой второй канал Винтаж Бай Светлана, сегодня или завтра выйдет новое видео, перед Рождеством я ездила за покупками и поснимала вам в магазинах очень красивую винтажную посуду и фарфор, всем пока-пока еще раз с Рождеством и увидимся очень скоро, желаю вам всего самого-самого наилучшего Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok